Немного вправо, затем резко влево. Удар и отечественный автомобиль ложится на бок. Припаркованная машина отлетает в сторону. По инерции ее несет задним ходом в другие стоящие машины. Такого итога трудно было представить, тем более на внутридомовой дороге. На месте аварии до сих пор лежат отколовшиеся детали перевернувшегося автомобиля. Кстати, сразу после ДТП водитель бросил машину и скрылся с места. Первое, о чем сообщили очевидцы, водитель пьян. Однако в ГИБДД эту версию не подтвердили. Тогда непонятно, зачем было убегать. Возможно, водитель просто испугался ответственности. Но как бы то ни было, сейчас по факту аварии разбирательство ведет ГИБДД. Возможно, одной из причин стал гололед или колея. И то, и другое, к слову, здесь присутствует. Оказавшись на гололеде или в колее, водитель должен быть максимально внимательным, говорит профессиональный штурман команды КАМАЗ-мастера Евгений Яковлев. Конечно, надо оценивать и внешнюю обстановку, есть ли снег, лед, наличие колеи или уклона дороги. Само собой, зимние шины. Главное, конечно, скоростной режим. Его надо всегда соблюдать. Ну а что же коммунальщики? За содержание данной дороги отвечают обслуживающие организации жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты объясняют, что такая проблема сейчас во многих дворах. Провести пескование везде и сразу невозможно. Водители просят быть аккуратнее. Что касается территории, где случилась авария, то ее обработают завтра. Александр Халин, Илья Челноков. Новости НТР.